добрый день добрый вечер добрый день добрый вечер я сегодня попросил перенести на более раннее время связи с печальными событиями у нас в поселении погиб молодой человек я хочу попасть на боя и мысли как-то несколько спутались как вы можете понять и я взял возьму с вами сегодня другую тему я возьму с вами 42 псалом это в какой-то степени оправданно потому что может дать нам понять ощущение людей относительно храма или скажем какие ощущения вызывал храм у людей и это нам тоже важно потому что мы очень часто говорим об исторических событиях о тех или иных причинно-следственных связей связях и так далее и часто мы упускаем духовную сторону безусловно затрагиваем ее я вторая затрагивать но может быть недостаточно вот может быть мы этот псалом он восполнит этот недостаток и тем более что псалом вы как бы логично посвятить всем нашим воинам чтобы был у них успех и чтобы всевышний хранил их и всем пленным чтобы они были освобождены и всем захваченным чтобы они были отпущены и возвратились всем раненым чтобы они выздоровели и я все свои слова всегда посвящаю памяти и возвышению души своей жены любого от михаэль из рацион мешков которая ушла из жизни два года назад недавно был и йоркса 9 тв это после такого введения мы с вами откроем текст псалма и постараемся представить себе что здесь происходит на таком внутренне смысловом уровне не на каполистическом я бы сказал а на на простом и глубоком уровне я напоминаю что давид писал свои псалмы наверное на протяжении всей жизни некоторые псалмы свидетельствуют о том что они были написаны или по крайней мере как можно сказать пришли в голову когда он еще был ребенком и блуждал в горах иуды со скотом отца некоторые были написаны в хевроне некоторые были написаны в годы его преследований когда шауль преследовал его некоторые были написаны в хевроне где он царствовал семь лет там хевроне давид поднимался ночью полночь и играл на арфе может быть на арфе что-то похожее на арфу и по всему городу по всему городу разносился его голос и музыка целью давида было пробудить душу сыновей израиля он считал есть так можно сказать понятно что слово считал глубоко понимал надо было бы его заменить чувствовал чуть на пророческом уровне понимал что нужно возвысить душу сыновей израиля что один формальный закон соблюдение одного формального закона недостаточно чтобы строение храма не должно быть возведением не должно быть возведением дома куда приходят приносить жертвы чтобы это ни в коем случае не было формальностью он хотел чтобы люди входя в храм ощущали божественное присутствие и более того чтобы это посещение храма оно оставалось оставалось в душе и и человек занимаясь и простой работой и своими семейными делами и находясь в своем доме также ощущал божественное присутствие об этом в какой-то степени сказал или лазакен или старший который сказал так если как бы всевышний говорит ему гелелю так он понимает обращение каждому еврею но видит обращение всевышнего к себе если ты куда ноги мои ведут мне меня туда я иду если ты придешь мой дом я приду к тебе в дом и благословлю тебя часто не обращаю внимание на эту фразу но она очень не очень глубокая куда ноги медут меня я и он имеет ввиду храм вот и куда бы я не шел как бы я заворачиваю или я хочу идти в храм и у меня есть чистое настоящие искреннее стремление в храм а я не прихожу туда для того чтобы исполнить какие-то формальные обязанности формальные обязанности тоже но искреннее стремление в храм у меня всегда есть и тогда всевышний отвечает мне я приду в твой дом то есть если ты придешь желанием в храм придешь желанием чтобы почувствовать божественное присутствие божественное присутствие раскроется и у тебя в доме и в обычных делах и в любви которая господствует в семье там проявится божественное присутствие и давид очень хотел этого и добивался этого и мы знаем что мы помним с вами может быть несколько раз говорили о том что в о том что в еврея имеем говорится что причиной почему давиду не было позволить не было позволено построить храм эта причина заключается в том что он пролил много крови кидомим рабим шафахта говорит давид пересказывая свою как бы биографию свои отношения со всевышним пересказывает шламу больше мы этой фразы нигде не слышали потому что много крови пролил давид не сделал ничего плохого он защищал сыновей израиля он забоевывал землю израиля по повелению всевышнего медраж говорит что пролитая кровь на пролитая кровь это кровь как олени и лани ничего плохого давид не сделал тогда почему тогда почему не было ему дано построить храм часто которые пророки они скрывают и истинные причины если эти причины касаются праведников и проблема давид была в том что он влиял на души людей и построив храм он мог повлиять на душу людей очень сильно так что действительно божественное присутствие раскрывалось бы для для всех сыновей израиля очень сильно повсюду но народ не к этому не был готов каком смысле не был готов мы мы с вами посмотрим 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 дальше дальнейшем нашем рассуждении по изучению посмотрим дальше в том смысле народ не был до готов и вот часто очень давид говорит об ощущение живом ощущении всевышнего которое было присуще ему может быть ему особенно как мы говорили что он назван я фейнаем человеком Человеком с красивыми глазами в книге Шмуэля. И красота, как мы с вами говорили, ешпе. Яфе – это ешпе. Это когда мир начинает говорить. Или человек начинает понимать речь Всевышнего, то, что он хотел сказать, сотворив мир. Это свойство было присуще и царю Шламу. И про него говорится, что он понимал речь птиц и зверей, говорится в шестой главе книги Малахим Алиф. Он понимал речь птиц и зверей и деревьев. Мы понимаем, что птицы, звери и деревья не говорят, что он понимал. Он понимал речь Всевышнего, то, что хотел сказать Всевышний, когда он сотворил, вот, скажем, это дерево, эту птицу, этого зверя. Что это говорит мне? Что этот мир говорит мне? Это мир говорящий, и это с точки зрения Торы красота. Ощущение того, что за обычным материальным скрывается что-то необычное, скрывается божественная сила, и она может восприниматься на разном уровне. Это было присуще Давиду. И вот Псалом 40, 42, он раскрывает нам ощущение Давида, ощущение Давида, тяжелое, можно сказать, ощущение Давида, в какой-то период уже после того, как ему не было дано построить храм. Первое слово дирижеру, оно напоминает нам, что Давид приготовил все свои песни для того, чтобы они исполнялись в храме. И это тоже очень примечательно. Он не видел храм, жертвоприношение в храме, только как вот зарезание, выплескивание крови, сжигание туши животного на жертвеннике. Он хотел, чтобы служение в храме возвышало людей. И еще Тора, взгляд Торы как бы он такой же. Тора называет, Тора говорит о работе левитов. И эта работа оказывается в нашей традиции через комментарии, как мы узнаем, это не только перенесение деталей мешка на переносного храма, сделанного в пустыне. Это не самое главное для левитов. Для левитов главное – это игра на музыкальных инструментах и пение. Это называется работа. Тут мы можем представить себе само понятие работа, которое связано и с состоянием у горы Синай, когда сыновья Израиля получают Тору. Работой, работа, если это духовная работа, а духовная работа для Торы всегда важна, работой называется прямой разговор со Всевышним, возвышение души – это работа, это трудное дело. И вот песни, которые возвышали сновей Израиля во время жертвоприношений, песни левитов, они названы работой. Левиты в храме, который Давид не построил, не увидел его, в храме шламов, они стояли на длинных ступенях, тянущихся как полоса, отделяющие то пространство во внутреннем дворе, где могли стоять сыновья Израиля, во внутреннем дворе, возле жертвенника, но на каком-то расстоянии от него. И вот была, скажем, такая полоса, от нее поднимались ступени, на этих ступенях стояли левиты, и дальше могли заходить только когены, находясь возле жертвенника. Левиты были хором и музыкантами, и их было довольно много. У каждой группы инструментов был свой дирижер, который смотрел на главного дирижера. Здесь дирижеру непонятно, главному или нет, это не так важно. И называется маскиль, этот псалом, слово непереводимое. От слова ляскиль, понять что-то, требуется понимание. Требуется понимание, требуется осознание, как правило, такие, и не как правило, а все псалмы, которые начинаются с этого слова маскиль, как бы род произведения, можно сказать минорный ключ здесь, минор, минорный тон, это маскиль. От слова ляскиль, понять, сообразить что-то, это потому, что тяжелая ситуация, когда уже нужно осмыслить, осознать, непонятно, как правило, это Всевышний скрыл себя по тем или иным причинам, или в мире господствует злодейство, и с ним трудно что-либо сделать, это требует осмысления. Такие псалмы называются маскиль, как бы давайте подумаем. Сыновьям Короха посвящается, я взял в скобках, часто переводят это, что это песнь сыновей Короха, я думаю, что это не так. Сыновья Короха, как мы знаем, в пустыне они не погибли, они раскаялись, поэтому они не провалились, так сказать, вглубь земли вместе с Корохом, а задержались у поверхности земли, и оттуда они, раскаившись, говорили Тора – истина, и Маше – это истина. По всей видимости, они вышли на поверхность, потому что мы знаем, что есть потомки Короха, есть потомки Короха среди сыновей Израиля, и Корох был левитом, его потомки левиты, и из сыновей Короха происходил величайший пророк Шмуэль. Почему посвящается сыновьям Короха? Потому что они оказались в таком тяжелом положении, у них был пророческий уровень, они были на очень высоком уровне и знании Торы, и вот божественное присутствие оставило их, и они оказались, так сказать, между глубиной и поверхностью земли. Поэтому это им посвящается, потому что будет Псалом говорить о похожих переживаниях. Как лань кричит в отчаянии у пересохшего русла, в скобках вставленные слова, которые я поставил, они очень облегчают понимание прочтения Псалма. Как лань кричит в отчаянии у пересохшего русла воды, и так душа моя взывает к тебе всесильный. Лань – животное, которое быстро бегает, и ему нужно много воды, так же, как и лошадям. И у нее в пустыне есть места, куда она приходит время от времени, возвращается, чтобы напиться. У этих мест у нее даже есть маршруты, которые от воды к воде. И вот она прибегает к источнику или к руслу, в котором обычно бывает вода, и вот там воды нет. Она бежит к другому руслу, который недалеко, и там тоже воды нет. И тогда она кричит как бы своим тонким голосом, похожим на свист. Этот голос создается в пустыне. Это лань жаждет воды, которой нету. И Давид сравнивает себя с ланью. Моя душа взывает к тебе всесильный. Что он хочет от Всевышнего? Он хочет от него помощи, он хочет от него какой-то поддержки. Нет, он хочет только одного – общения со Всевышним. Раскрытие божественного присутствия для него. Божественное присутствие. Бог сам себе благо. Его единственное желание давать благо. И раскрытие божественного присутствия, когда его перестает скрывать материальная оболочка, оно дает благо. Душа возвышает ее, дает ей силы. Дает ей силы. У Всевышнего источник жизни. Давид говорит в своем псалме «Кибеол ханила ол» «Ибо в свете твоем виден свет, и у тебя источник жизни». Здесь мы можем представить себе Давида, который, глядя на свет, он видит божественный свет. Не только обычный свет, но как бы через внутри, есть, так можно сказать, луча обычного. Он видит божественный свет, свет жизни, свет дерева жизни, который исходит от источника жизни. То есть внутри одного он видит другое. Также при взгляде на весь мир, он обычно, при взгляде на мир, он видит в него духовную структуру, через которую проявляет себя Всевышний. И вот куда-то это ощущение пропало. И дело не в том, чтобы пришло спасение, и дело не в том, чтобы пришло богатство, или дело не в том, чтобы пришла какая-то мудрая мысль. Нет, нужен только сам Всевышний, так сказать, какое-то соприкосновение с ним, с бесконечностью, с духовным миром. Это то, что нужно, и то, без чего Давиду очень трудно. Он, как лань в волнении, найдет ли она воду? Она чувствует, что она начинает погибать без воды. Так и Давид жаждет душа моя всесильного, милостивого, милостивого живого. Всевышний проявляет любовь к человеку. Хессет здесь можно перевести, как любовь, и живого. Почему живого? А Всевышнему не надо говорить, что он живой. Живой в том смысле, что он дает жизнь. Без тебя, без живого ощущения Всевышнего нету жизни, как нету жизни лани без воды, как нету человеку жизни без воды в пустыне. Я жду, когда я приду и увижу лицо всесильного, когда я смогу прийти и увидеть лицо всесильного. Куда прийти? Может быть, у Давида есть какие-то места, где Всевышний ему раскрывается, или он ему раскрывается повсюду. И он ждет того момента, когда можно будет войти в храм, который будет построен, и там раскрытие лица Всевышнего будет наиболее сильным. Скорее всего, это я жду, когда можно будет прийти в храм, и там не нужно будет искать Бога, как бы он там есть всегда. Ты только приходишь, и ощущаешь его присутствие. Лицо всесильного можно поставить знак равенства, ощущение добра, блага, которое исходит от Всевышнего. Мы это можем увидеть через Тору, через разговор Всевышнего с Маше после греха Золотого Тельца. Просто у нас сейчас нету возможности провести весь этот анализ. Тут я прошу мне поверить, что лицо Всевышнего, лицо отражает внутренние желания человека, и здесь по этому принципу же лицо всесильного это отражение его самого сильного желания. Какое его самое сильное желание? У него практически одно желание. Это дать добро. Это лицо Всевышнего, и человек давит, стремится к этому ощущению, чтобы можно было прийти куда-то не искать, не бегать, а прийти куда-то и почувствовать это храм. Когда же я смогу прийти в храм? Но понятно, что это ожидание, оно такое здесь уже абстрактное, потому что Давиду к этому времени запрещено построить храм. Может быть, у него остается какая-то крошечная надежда, что это постановление будет отменено, но вряд ли. Скорее, это просто крик души, что когда я смогу прийти в то место, где я точно смогу увидеть насчищает, потому что хлеб, его пища остаются на тарелке перед ним, и это было и днем, и ночью. И днем, и ночью Давид ощущал недостаток вот этого божественного присутствия. есть люди, есть люди, которые не чувствуют этого недостатка, есть люди, которые не чувствуют то, что им не хватает духовного мира, не хватает его раскрытия. У Маорала очень интересное парадоксальное определение. Он называет цельным человеком наиболее нецельного человека. В каком смысле, в каком смысле, в том смысле, что цельный человек, если мы представляем это понятие в простом смысле, может быть, только в материальном мире. Вот у него все есть, он всем доволен. Кстати говоря, то, что говорится в Феркеа вот, кто такой богатый, он доволен своей участью, это про материальный мир, про духовный мир, это нельзя сказать, человек духовный, он никогда не будет доволен своей участью, ему всегда будет мало знаний, духовности, ощущения духовного мира, ему всегда этого будет мало. И морал говорит о том, что мудрецы Торы, они самые нецельные люди, но в каком-то смысле, они самые цельные люди. Почему они самые нецельные люди? Потому что у них есть, так сказать, соприкосновение с духовным миром, а духовный мир – это бесконечность, им не хватает этого мира, они готовы впитывать и впитывать и продвигаться в нем еще и еще и еще, а все равно бесконечность, человек наиболее нецельный, но в этой нецельности, в этом желании соприкасаться с духовным миром, которого у многих других нету, в этом желании их цельность. И вот Давид мы видим, что когда по тем или иным причинам, он здесь не раскрывает их, по каким причинам, божественное присутствие, ощущение божественное присутствие, ощущение близости к Богу ушло от него, ему не нужна пища, только плач и днем, и ночи. Здесь нужно отметить в скобках, что Давид говорит о всесильном, это имя Элогим. Имя Элогим говорит о управлении миром через силы природы. И обычно Всевышний не раскрывается как раз по имени Элогим, то есть как он раскрывается, если он раскрывается по имени Элогим происходит, чудеса скрытые, ты не ощущаешь близость Всевышнего только по событиям, по их, так сказать, стечайному обстоятельству, ты вдруг понимаешь, что Всевышний это все сделал, здесь была его рука, но ощущения нету. А Давид говорит, жаждет моя душа всесильного, говоря именно об ощущении его близости, не о каком-то действии, которое спасает, не о каком-то стечении обстоятельства, а о внутреннем чувстве. Почему? Потому что для Давида это внутреннее чувство есть, проявляется, так сказать, через имя Всесильное, потому что, глядя на природу, где все обычно, все развивается по обычным законам, он ощущает близость Бога, ощущает близость Всевышнего, поэтому жаждет моя душа Всесильного, Элогим, Бога. Как вы знаете, от Эва природа в Гематрии, по своей Гематрии, по сумме числовых значений букв, входящих в это слово, равно по Гематрии имени Элогим, то есть природа и Бог. Конечно, природа, она не совсем природа, Всевышний управляет ей, но этого не видно, не видно кому-то, видно Давиду, или не то, что видно, он чувствует это, что Бог здесь, и природа не скрывает его от него. И вот хотелось бы, чтобы был храм, но только крик души, где это место, чтобы туда можно было прийти и почувствовать присутствие Всесильного. Была мне слеза моя хлебом днем и ночью, потому что говорили мне весь день, где Всесильный твой. Здесь вот в дополнение к нашему такому рассказу о людях, которые нуждаются в духовном мире, о людях, которые не нуждаются в духовном мире, потому что они просто не понимают его, не знают о нем и не интересуются нем. Я бы хотел привести строчки из пророка Амоса из 13 главы, где он говорит, пророк Амос пророчествует, вот наступают дни, сказал Бог Всесильный, когда пошлю я голод на землю, не без хлебица, ну, оставим этот перевод, не без хлебица и без водя, а голод и жажду внимать словам Бога. И будут бродить они от моря к морю, из севера к востоку, и скитаться будут в поисках слова Бога, но не найдут его. В тот день от жажды этой падут в безчувствии прекрасные девы и юноши, те, кто клянутся грехом идолам Шамрона, что говорят, как жив Бог твой дан, и как жив путь в верше упадут, они и не встанут. Здесь какой-то, так сказать, конгломерант обстоятельств. С одной стороны, жажда на слово, на слово Бога, с другой стороны, речь идет о людях, которые жаждут слова Бога, но они клянутся, то ли до этого клялись, то ли продолжают кляться божеством Дана. И вот у них страшное слово ощутить слово Бога, в общем-то, от сути, ощутить божественное присутствие. Они это не могут и изнемогают от этого, как от голода и от как от голода и от жажды и падают и не встанут. Почему? Ведь у них есть жажда на услышать слово Всевышнего обычно требования души, как бы тот, кто ищет духовности, как говорят, тот, кто ищет чистоты, тот, кто ищет чистоты, ему помогают. Вот они ищут слово Бога, почему же мне помочь, почему довести их до такого состояния, что они падают и не могут встать, может быть, кто-то из них погибает. Что это такое? Что здесь произошло? Эти люди, которые ходят, чтобы найти слово, чтобы найти слово Бога или найти его у пророка, где-то найти пророка, или вот так же, как Давид, они ищут возможность почувствовать природу, чтобы Бог заговорил с ними как бы хотя бы на уровне природы, чтобы природа стала понятной, как Слово Всевышнего и его ощущение близости родилось и этого нету. Что же они, почему же им не ответить, почему же им не помочь? По той простой причине, что до сих пор они не искали Слова Бога, до сих пор им нужен был, им нужно было божество Давно, другие божества им были нужны, они в них верили, они их понимали, они не понимали Всевышнего, и вот Всевышний сделал так, что приоткрылось всем его живое ощущение божественного присутствия, а потом скрылось. И человек, который однажды ощутил божественное присутствие сильно, как пророк, и оно скрывается, он находится в таком тяжелом состоянии, вот как раз то, что Давид описывает в нашем Псалме 42-м, у них тяжелое состояние, состояние, которое приводит их к гибели, они не могут, их душа просит, как воды и как пищи, просит ощущение Бога, живого слова, его нету, и они начинают изнемогать. Почему сказано, юноши и девушки красивые, понятно, что это люди полные сил, молодые, у которых свои интересы, и вот они все бросили, на одно мгновение им приоткрылся Всевышний, его любовь, его смысл, его свет, и они уже не могут жить без этого, не могут жить без этого. Вот, это, если мы представляем себе этот момент, то мы можем вернуться к Давиду и понять его, когда он говорит слеза, была мне слеза моя хлебом днем и ночью, я плакал и не ел, потому что говорили мне весь день, где всесильный твой. Кто говорил ему? Можно представить это себе по-разному, может быть, это люди, даже его приближенные, с которыми он говорил и обсуждал с ними планы храма и говорил о том, что он хочет, чтобы божественное присутствие, которое он ощущает, оно раскрылось для всех и вот оно теперь пропало у него и они ему говорят, где всесильный твой, ну что, как же ты замахиваешься на такие вещи, как же ты ставишь задачи неисполнимые, вот видишь, у тебя не получилось даже для себя, а ты хотел еще и для других, это будут теперь, и Давид продолжает и говорит, это буду вспоминать и залью себе перед собой свою душу, ибо было так, шел я, перепрыгивая через колючки до дома Бога, когда звучали голоса ликования и благодарности и толпы празднующие. Я вам хочу сказать, что здесь есть много моментов таких хедушим, потому что мне представляю, невозможно без комментаторов, но есть какое-то раскрытие, вот именно этого пласта, который говорит об ощущениях, о котором раньше не говорили, его как-то прятали, и нам необходимо говорить о нем, и поэтому здесь есть вот такой хедушим, такой новый взгляд на вещи, несколько новых взглядов на вещи, и вот мы о нем говорим, это буду, мы идем как бы в этом плане, в плане этих хедушим, при открытии текста, это буду вспоминать и залью себе перед собой свою душу, о чем говорит Давид, что значит и залью перед собой свою душу, я буду разговаривать сам с собой, я буду терзаться, я буду раскаиваться сам, потому что меня никто не понимает, потому что ни у кого нету таких ощущений, как у меня, мне не с кем поделиться, я бы хотел их приоткрыть для других, но может быть есть еще люди, но их очень-очень мало, и вот я буду разговаривать только сам с собой, я буду раскаиваться сам перед собой, потому что никто меня не поймет, и почему я буду раскаиваться сам перед собой, о чем я буду плакать, ибо было так, шел я, перепрыгивая через колючки до дома Бога, до какого дома Бога он не построил еще дом Бога, когда звучали голоса ликования и благодарности толпы празднующих, почему колючки, здесь есть комментаторы, в которых есть натянутые объяснения, мне кажется, что здесь есть очень простой взгляд, очень простой взгляд на вещи, здесь такая картина, Давид в Ярушалаиме построил, Давид построил в Ярушалаиме что-то типа мешкана, где проходило служение Всевышнему по всем правилам, которые должны быть в храме, но тем не менее это не был храм, это был мешкан, который стоял недалеко от его дворца, и туда приходили люди для того, чтобы приносить жертву благодарности, может быть, это была общая жертва, когда было какое-то событие, какой-то успех, или спасение, какое-то достижение, люди приходили, они праздновали, они ликовали, благодарили Бога, и Давид в этот момент уходил, куда он уходил? Он уходил по невскопанной земле, там, где нету тропинки, шел без тропинки, без дороги, шел по колючкам, перепрыгивая через колючки до дома Бога, до какого дома Бога, до того дома Бога, который он представлял себе на горе Мурия, то есть он уходил к горе Мурия, он понимал, и он знал, что у людей, несмотря на то, что они служат Всевышним, от всего сердца, у них нету этого ощущения божественного присутствия, а оно ему было нужно и необходимо, и вот когда все ликовали, он потихоньку уходил и поднимался на гору Мурия, где он ждал раскрытия божественного присутствия, на этом месте, которое он чувствовал, когда он нашел вместе с пророком Шмуэлем это место, он ждал, что там раскроется божественное присутствие, и ликование, ликование, приносящих жертву благодарности Всевышнему, оставалось далеко позади. на жажде душа моя всесильного, милостиво живого. Возвращается он к тому же, говорит, что вот люди празднуют, и это хорошо, они служат Всевышнему, но я не могу так, мне нужно живое ощущение Всевышнего. Когда я приду и увижу лицо Всесильного, когда я смогу подняться в храм, хотел бы я подняться в храм, может быть, это вопрос уже риторический, и увижу лицо Всесильного. Была мне слеза моя хлебом днем и ночью, потому что говорили мне весь день, где Всесильный твой. Здесь я прошу прощения, я, видимо, взял два раза одну и ту же фразу, и мы с вами сразу перейдем тогда к следующему моменту. Да, вот у меня здесь есть повторение. Вот это продолжение, которое должно быть, да. Что склоняешься передо мной, душа моя, в просьбе? Что ты бушуешь, сердясь на меня? Вот Давид, как мы видим, он разговаривает сам собой, у него со своей душой. Нет, у него нету раздвоения личности. Он представляет себе вот свое беспокойство из-за того, что душа, верхние уровни души, которые всегда стоят перед Всевышним и ведут с ним диалог, и молятся ему. Верхние уровни души, так сказать, и они затронуты его тревогой, его беспокойством из-за отсутствия Всевышнего. И вот душа как бы склоняется к нему с просьбой, успокойся. Верхние уровни души склоняются к нему с просьбой, Давид, успокойся. Давид, успокойся, как бы верхние уровни души говорят с нижними, которые ближе к материи. А он говорит душе, зачем ты склоняешься ко мне? Зачем ты сердишься на меня? Надейся на Всесильного, ибо скоро придет спасение лица его. Он говорит душе, надейся на Всесильного, все зависит от него. Я что мог, сделал. Я что мог сделать, сделал. Я мог построить храм, он не дал. Теперь ты надейся, что может быть, он отменит приговор, может быть, в дальнейшем, может быть, мой сын построит храм, надейся на него, ибо скоро придет спасение лица его. Посмотрите, спасение лица его – это что-то невероятное. Это не спасение от врага, это спасение от состояния, когда Давид говорит, я не вижу лица его. Без лица его я погибаю. Без живого ощущения Всесильного я погибаю. И спасение, я жду спасения лица его, раскрытия лица его, ощущения божественного присутствия, божественного блага, божественного добра. Всесильный, душа передо мной склоняется в просьбе. Давид жалуется Всесильному, что душа его просит от него. А что он может сделать? Верхний уровень души просит от нижних. А что он может сделать? Поэтому вспоминаю, как я ощущал тебя и земель возле Ярдена, и возле гор Хермона, возле горы Митцар. Гора Митцар, как говорят фимитаторы, это гора Синай. И Давид вспоминает то время, когда он повсюду ощущал Всевышнего, везде. Не нужно было искать, как бы стремиться к храму. Он повсюду ощущал его. Он стоял в низменности Ярдена, и на большом расстоянии он мог видеть весь мир, природу. И все, куда бы ни падал его глаз, везде он ощущал Всевышнего. Возле гор Хермона он поднимал свои глаза к горам и искал, как бы, Всевышнего и находил его не только в высоте, но и рядом с собою. Гора Синай, он вспоминает о ней, потому что там материя действительно перестала быть завесой, скрывающей от человека Всевышнего. И Всевышний разговаривал с сыновьями Израиля лицом к лицу, без скрытия, без оболочки, без завесы. То, чего он бы хотел. И он говорит, что подобное ощущение у меня было повсюду. Может быть, не столь сильное, как у горы Синай, но очень похожее. Бездно к бездне взывает звуком труп твоих. Теперь Давид вращается, как бы, к Всевышнему неявно, и обращается к нему неявно и говорит, я знаю, что ты хочешь раскрыть себя человеку. Я знаю, что ты хочешь как бы прикоснуться к его душе. Вот я стою у водопада, и я по этому водопаду, я вижу, как я понимаю весь мир, как разговор твой, как твое желание, я вижу по водопаду, что верхние воды, они с шумом падают вниз. Верхние воды – это как бы духовный мир, а нижние воды – это душа человека. И вот верхние воды с шумом падают в нижний мир. Ты же хочешь. Почему ты не раскрываешься? Природа показывает, что ты хочешь раскрыться душе. Все брызги водопада твои, водопад падает, и брызги – как бы стремление нижних вод к верхним, и все волны твои, то, что приводит в волнение верхние воды, нижние воды надо мной прошли. Никак это меня, к сожалению, не задело, не подняло, не привело к ощущению духовного мира. Днем Бог прикажет раскрыться своей любви, а ночью Его песнь будет со мной. Молитва Богу живому, Богу скалы моей. Богу скалы моей. Здесь Давид говорит о том, что надеется, что днем Бог прикажет раскрыться своей любви. Ничего не нужно, только почувствовать ее любовь. Больше все. А ночью я тогда буду петь ему песни, молиться ему. Вот хорошо бы было так, Богу скалы моей. Тому, кто защищает меня, и так, и так меня защищает, но он мне нужен не для диалога, а не просто для защиты. И почему ты забыл меня? Почему мрачным буду ходить из-за притеснения врага? Из-за того убийства, которое постоянно происходит в моих костях. Что за убийство происходит в его костях, которое делает его мрачным, и из-за которого притесняют его его враги? И морал здесь можно представить так, уход божественного присутствия как уход души или части души от тела. И это похоже на пролитие крови. Это похоже на убийство. И Давид как бы неявно говорит Всевышнему, ты же убил меня, забрав у меня вот эту душу. Ну хорошо, у других нет этого уровня души или ощущения этого уровня души, но у меня-то оно есть, и когда оно ушло, это все равно как постоянное убийство в моих костях. Вот, конечно, я хожу мрачный, а меня еще оскорбляют, понимая мое состояние, тем, что говорят мне, где всесильный твой, что склоняешься передо мной, душа моя в просьбе, что ты бушуешь, сердясь на меня, надейся на всесильного, ибо скоро придет спасение лица его. Это как бы вывод и обращение к душе. Что остается делать? Остается только надеяться, потому что все в руках Всевышнего. Раскрысие, божественное присутствие, это только в руках Всевышнего. Здесь я останавливаюсь, у нас есть с вами где-то 13 минут. Если есть какие-то вопросы, я буду готов ответить. Нажимаю Stop Share, вижу вас, и, пожалуйста, если что-то хочется спросить, я с удовольствием. Народ, у нас сегодня нет времени. Плес, вопросы есть? Потрясающий анализ. Спасибо огромное. Нет ни слова. Спасибо. Это очень важно, очень важно для меня, потому что иногда говоришь и не знаешь, понятно ли это, доступно ли это, потому что разговор, это необычный, необычный. Он как бы мною выношен на протяжении, ну, как минимум, 20 лет. И очень рад, что оказывается понятным. Спасибо. Спасибо. Очень понятно и очень близко. Спасибо огромное. Почему я затрагиваю эту тему, которую, как правило, мне принято затрагивать? Потому что мне кажется, что мы вступаем в какую-то новую полосу нашей истории. Мы уже не сможем вернуться к той жизни, по-хорошему не сможем вернуться к той жизни. Жизнь будет постоянно от нас требовать стремление к раскрытию божественного присутствия, его пониманию и его ощущению. У меня такое впечатление, что вот мы входим в такую какую-то полосу. Я могу ошибаться, не навязывая никому свое мнение, но я так как бы чувствую. Хорошо. Да, дай Бог, чтобы нам помогло это. Я надеюсь, надеюсь очень... Во-первых, любое духовное усилие, оно безусловно, безусловно помогает. Мы же не знаем, что бы было, если упаси Бог, мы бы не молились. Мы же не можем себе представить, правда? Вот лучше не думать об этом, а лучше следовать нашей традиции, которая говорит, что когда человек думает о духовном, это помогает всем. Тем более, если он направляет свои мысли на защиту кого-то, на благополучие кого-то, это помогает всем. Вот так что давайте мы в этом плане, да, как бы будем считать, что это наш вклад в эту непростую ситуацию для ее исправления. Хорошо. Ладно. И я планирую вернуться к пророку Схарья, просто я вам сегодня говорю, действительно как-то было очень трудно говорить об историческом плане, выстраивать там логику пасуков. Вот как-то мне с этим было легче сегодня. Спасибо большое. Спасибо вам огромное. Всего самого доброго. Огромное спасибо. А как присоединиться к рассылке извещений? Это же к Натану вопрос. Натан. Окей, я сейчас выключу запись, не выходите, секунду, я вам напишу в чате линк в Телеграме этой группы, хорошо? Я могу выйти, правильно? Да, ты можешь выйти, нет проблем. Спасибо вам большое. Спасибо. Всем самого доброго. Окей, спасибо. Спасибо. Так.